ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РАВИС ВИДЗИС, самый известный латвийский силач, презентует Ригу, столицу Латвии, как место проведения этого крупного турнира. 11 самых сильных парней планеты будут выяснять, кто же из них самый сильный, самый достойный для победы. Пройдет это все в Латвии. И мы все это увидим с вами в этой передаче. Рига только что принимала чемпионат мира по хоккею. Рига, город с более чем 800-летней историей, готовый принять еще один крупный турнир на зависть всем остальным жителям других стран. Все-таки согласитесь, шоу силачей это зрелище, которое достойно самого пристального внимания. Кто же он? Самый сильный человек планеты. Кто победит здесь в Риге? РАВИС ВИДЗИС, хозяин турнира, двукратный победитель суперсерии World Strongman Cup 2006, или же Марьюш Пудзановский, поляк по прозвищу Терминатор, трехкратный победитель этих соревнований. Именно этот дуэль анонсируется как самое главное, самое принципиальное в этом году. Пудзановский или РАВИС ВИДЗИС. Но 11 человек решили бросить вызов этим богатырям. 11 человек принимают участие в первом гран-при Латвии на первом этапе. И вот первое упражнение, всего их будет 6 на этом этапе гран-при, это колесо Конана. Правила просты. Эту корзину нужно пронести, не опуская на землю, как можно дальше. Результат измеряется в градусах. Участник турнира идет по кругу, и как только он уже не в силах больше держать этот вес, а вес этой корзинки ни много ни мало, 370 килограммов, он прекращает выступать, и фиксируется его результат в градусах. Первый участник на ваших экранах был только что американец Дэйв Ослунд. Его результат 415 градусов. Это на ваших экранах уже англичанин Терри Холланд. Самый высокий среди участников, 1,99 метра ростом, и 182 килограмма. Собственный вес этого английского богатыря. Каков его результат? Нет, 490 градусов. Чуть лучше, чем у американца Дэйва Ослунда. Но этого навряд ли ему хватит для победы. А вот и представитель России Эльбрус Нигматуллин. Богатырь земли русской. Несмотря на то, что он не самый крупный среди всех участников. Более того, он один из самых легких и самых низких. Но тем не менее, он лучше справляется в этом упражнении, нежели Терри Холланд и Дэйв Ослунд. Результат Эльбруса Нигматуллина, в прошлом чемпиона Европы по рестлингу, 735 градусов. А вот и сам Марио Шпудзановский, трехкратный победитель суперсерии World Strongman Cup. Поляк с легкостью справляется с этой корзиной. И колесо Конона для него хажется со стороны сущий пустяк. Что творит Марио Шпудзановский? 944 градуса, почти три круга. Феноменальный результат. Что ж, польский атлет делает весомую заявку на победу в этом упражнении. Но, еще не сказал своего веского слова Райвис Видзис. Пожалуй, атлет номер один в команде Латвии. Во всяком случае, он вместе с Раймодом Бергманисом составляет гордость латвийской нации в этом виде спорта. И именно Видзис с Бергманисом сдают тон на самых крупных соревнованиях, представляя нашу страну. Что ж, показал Райвис Видзис 586 градусов. Это третий результат. Таким образом, уже после первого упражнения, круг претендентов на победу на первом этапе Гран-при Латвии уже определен. Конечно же, это поляк Пудзановский, латвийский силач Райвис Видзис и кто-то из американцев. Второе упражнение – жим штанги. Вот такое стилизованное под штангу бревно, стоя. Правила просты. 140 килограмм вес этой штанги. 75 секунд. Таков временной лимит, отведенный регламентом турнира. И на количество раз фиксируется этот результат. Первый участник на ваших экранах – Эстония Старма Мид. Укладывается и в это время и совершает четыре сжима. На ваших экранах – Франц Бейл, уроженец Мюнхена. В прошлом охранник в одном из ночных клубов. Он полон решимости бросить вызов главным фаворитам этого турнира. Четырех лет он занимается. Так, во всяком случае, пишут о нем в справочниках фитнесом, с силовыми видами спорта. И вот решил попробовать себя в шоу силачей. Нет, не сдается Франц Бейл. Четыре раза поднял эту штангу. Пять раз – нет, больше пяти раз не смог. Хватит, хватит, говорит Франц Бейл. Этот баварский медведь. И вот следующий участник – Терри Холланд. Вот англичанин, который неплохо выступает в последнее время. И у которого, по признанию специалистов, самые сильные руки. Но, конечно же, в этом упражнении, как мы видим, тягаться с главными фаворитами будет нелегко. Четыре раза. Пять раз. Да, пять раз. Пять жимов штанги весом 140 килограммов. Еще раз напомню, что 75 секунд отводится каждому участнику на выполнение попыток. И вот следующий участник – Райвис Видзис. Латвия болеет за Райвиса Видзиса. И атлет старается не подвести многочисленных болельщиков и зрителей, которые пришли посмотреть на выступления сильнейших людей планеты. А это, поверьте, шоу, которое достойно самого пристального внимания. И не случайно оно проводится на разных континентах и собирает огромную аудиторию. Райвис Видзис не сдается и судья фиксирует. Его результат – пять жимов штанги. Ничуть не хуже, но и не лучше, чем остальные участники. Вполне средний результат. И Райвис Видзис объясняет его тем, что ему так и не удалось сбалансироваться в этом упражнении и сохранять баланс на протяжении всего выступления. В этом видит он причину того, что больше пяти раз эту штангу ему поднять так и не удалось. Но, что покажет канадец Доминик Филу. Канадец самый тяжелый среди всех участников. 200 почти килограмм – его собственный вес. Но, я думаю, с таким весом справиться с этой штангой для него будет не проблема. Что он и доказывает на деле. Доминик Филу – гигант из Канады. Судьи фиксируют его результат – семь жимов штанги. Это лучший пока что показатель среди тех, кто выходил на этот импровизированный помост. Канадец Доминик Филу, конечно же, он понимает, что главный конкурент в этом упражнении у него все тот же Марио Шпузановский. И что именно поляк по прозвищу Терминатор – главная угроза для всех участников. Угроза, разумеется, в переносном смысле слова. Никому угрожать Марио Шпузановке не собирается. Но другое дело, что и соревноваться с ним на равных мало кто сможет. Что лишний раз доказывает сейчас на ваших экранах поляк Марио Шпузановский. Этот Терминатор идет к своей очередной победе. Именно он выиграл первое упражнение Глиссо Конана. Именно он сдает тон и во втором упражнении. 140 килограммов штанга 75 секунд на исполнение попыток. И Марио Шпузановский завершает свое выступление на отметке 8 жимов. Вот он, последний жим, восьмой. И Марио Шпузановский лидирует и во втором упражнении. Что ж, прекрасный результат поляка, трехкратного победителя суперсерии World Strongman Cup. Поистине феноменальный результат этого атлета. Как говорится, не убавить, не добавить. Все вы видели своими глазами. Сравниться с поляком пока что никто не может. Хотя, по собственному признанию, он находится далеко не в самой оптимальной форме. Что будет через месяц, через два, даже страшно себе представить, на что способен этот человек. Вообще, шоу силачей, это наглядный пример того, что возможности человека, его, прежде всего, физические возможности, безграничны. Итак, третье упражнение, и мы смотрим за выступлением эстонского атлета. Третье упражнение, вы, думаю, все прекрасно сами видите. Это пять камней весом от 120 до 175 килограммов. Надо их поднять на импровизированный помост как можно быстрее. Ждат фиксируется в секундах, то есть на время. Дэйв Осланд, американец, справился за 13,65 секунды. И вот на ваших экранах Эльбрус Нигматуллин старается не отстать от атлетов из Англии и Америки. И что показывает Эльбрус? Тяжело дался ему последний пятый камень весом 175 килограммов. И результат у него не самый лучший, 19,65 секунды.